Всем привет, сегодня я покажу как настроить Lost Ark для слабых ПК и как увеличить производительность хотя бы на пару кадров, ведь для слабых ПК разница в 5 кадров это уже счастье. Итак, начнем. Настраивать графику мы будем до самых минимальных значений, мы не сможем ее убить прям до мыльных пикселей, но вы сможете играть на слабых машинах. Игра довольно требовательна к процессору, так что думаю, что вам лучше иметь всего хотя бы 4 потока, чтобы вообще играть. Два потока это уже очень мало. Итак, начнем. Настройки графики. Что куда жамкать? Если у вас лапки и вы не разбираетесь, то вот что нужно поставить, чтобы в игре была минимальная графика. Ставите все как у меня, то есть выбирайте минимальный пресет и графика будет на минимуме. Обязательно еще убрать отображение эффектов от других игроков не в вашей группе. Если вы будете играть в рейды, то фпс будет проседать из-за того, что все эффекты каждого персонажа будут прорисовываться. Драйвера для видеокарты. Обязательно и необходимо всегда обновлять драйвера видеокарты. Драйвера улучшают оптимизацию игр и в видеокарте проще справляться с ними. В описании есть ссылки на официальные сайты, которые дадут вам этот софт. Если не обновлять драйвера, то гамать в современные игры будет сложно, ибо у вас не будет патча, который оптимизирует ее. Теперь переходим в параметры вашей видеокарты. В моем случае. В панели управления Nvidia есть настройка отображения графики. Вам нужно выставить режим максимального 3D рендера на производительность. У AMD есть подобная фишка, которая ухудшает качество, но производительность будет выше. Далее переходим в настройки в управление параметрами 3D. Выбираем в списке игру Lost Ark. Убираем сглаживание и фильтрацию текстур. Это повысит производительность игры и соответственно фпса будет больше. Владельцы AMD тоже могут подстроить отдельную игру в настройках. Разгон. Эта тема сложная и не для каждого. Но если руки не из задницы, вбивайте в поисковик название вашего процессора и смотрите насколько можно ускорить ваш проц. У меня был старенький процинтол на 2,9 ГГц 2 и драк который можно было разогнать на 3,6 ГГц и тепловыделение просто было чуть выше. Я поставил самую дешевую башенку и проблема была решена. С оперативной памятью тоже самое. Даже память 2012 года можно было разогнать на процентов 10-20. Опять же кинстон который работал на 1400 я сумел разогнать на 1600 и это чувствовалось. Видеокарты тоже гонятся, но не все. Ультра древние платы не способны гнаться, но если у вас видяшка хотя бы на 1 ГГц то разогнать ее будет можно. Минимально, но вы получите пару кадров. Для слабого ПК это уже хорошо. Еще есть одна интересная программа которая ускорит работу игры замедлив все остальные процессы. Она называется Райзер Кортекс. С ее помощью можно очень хорошо забустить любую игру. Она замедляет все фоновые процессы и дает высокий приоритет в основную задачу в игру. Утилита полезная, советую. Немаловажным моментом является проверка на вирусы. Если антивирус ничего не заметил, а компьютер загружен в простое, то у вас на ПК может быть майнер. Это плохо. Чтобы увидеть недобросовестные фоновые задачи, которые открыты без вашего разрешения, нужна программа System Explorer. Она отображает все процессы, даже скрытые. Благодаря этому я удалил майнер и спас свой ПК. А все начиналось с безобидной программы, которую я скачал, чтобы воспользоваться функционалом. Ну на этом мои полномочия все. Про энергосбережение вы знаете, просто его надо отключить. Жду от вас комментарий, сколько прироста фпса вы получили. Я назвал все возможные легальные способы, но если вы не согласны, напишите способы, которые знаете вы, чтобы зрители смогли еще больше забустить ПК. На этом у меня все. Вам спасибо, что смотрели. Подпишитесь, поделитесь и поставьте лайк. Всем пока.